Вот такой комментарий мне вчера оставили под видео. Я знаю, есть мнение, что женщины хотят секса не со всеми мужчинами, а только с так называемыми альфачами, которых практически никто не видел, но о которых при этом очень многие говорят. И те, кто утверждает, что альфачи существуют, в качестве доказательства рассказывают, что когда-то в молодости у них был знакомый, на которого вешались все бабы. Ладно, допустим, такой знакомый у вас был, но если вы за всю свою жизнь можете вспомнить только одного такого мужчину, значит мужчин, которые нравятся всем женщинам, очень мало. Но ведь женщин-то очень много, и как эти мужчины физически могут обслужить всех женщин, непонятно. Женщина может выбирать только из тех мужчин, которые выбрали ее. Кстати, это работает и в обратную сторону. Если вы женщине ничего не предлагаете, то она не сможет вам отказать. Но тут надо понимать, что тот, кто предлагает, всегда больше рискует получить отказ. Точно так же, как тот, кто идет в атаку, всегда несет большие потери, чем тот, кто обороняется. Но отказать вам могут по совершенно не связанным с вами причинам. Например, женщина с утра надела старые трусы, у нее дырка на колготках, или она просто давно не брела ноги. Еще одна причина, по которой женщины отказывают мужчинам, заключается в том, что женщине очень трудно принять решение. Все вы наверняка знаете этот вечный женский вопрос «А тому ли я дала?». И наверняка слышали, что если женщине, например, делают предложение два мужчины, то ей бывает очень трудно выбрать одного из них. В этом случае, как правило, женщина начинает советоваться с мамой, с подругами, или задает вопросы на женских форумах. И решение, которое принимает женщина, является результатом работы коллективного женского разума. Но обычно женщина советует другой женщине из двух вариантов худшей. Потому что женщина понимает, что если у подруги будет мужчина лучше, чем у нее, то она ей обязательно будет завидовать. Продолжение следует...